Около третьего столетия от Рождества Христова в городе Якония, что в Малой Азии, жили богатые, но очень благочестивые супруги. И была у них дочь. Нарекли они ее в честь особо почитаемого ими дня, дня, когда на кресте пострадал Господь. И имя ее было Пятница, а по-гречески Пороскева. Воспитали родители Пороскеву в огромной любви к Богу. А когда мать с отцом ее умерли, решила девушка полностью посвятить себя Господу и дала обет безбрачия. Желая быть ему полезной, она всеми силами распространяла Христову веру среди язычников. Ее сладкий голос да проникновенные слова имели великую силу, и люди, уверовав всем сердцем в Бога, шли на свет истинной веры. Но в один день, как преступную Христову исповедницу, святую Пороскеву схватили злобные язычники и на суде потребовали непотребные жертвы идолам. Святая Дева, попросив у Господа дать ее силы, вытерпеть грядущие мучения, яростно отвергла все их предложения. И стали изверги жестоко мучить Пороскеву. Что только не творили с телом Девы эти палачи, но святая тихонько молилась и все претерпевала. Обескровленно, до кости израненную, бросили ее в темницу умирать. Но там явился к Деве ангел и исцелил ее истерзанное тело. Но не узрели божественного чуда язычники-мучители, а стали лишь с удвоенной силой пытать ее и мучить. И после всех страданий отсекли страдалица голову. Испокон веков чтит и любит русский народ святую Пороскеву. Считает он ее своих заступницей, защитницей полей и скота, и целительницей всех душевных и телесных волей, а также хранительницей семейного благополучия и счастья. 10 ноября. День памяти святой великомученицы Пороскевы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова